Этим мы занимаемся совместным с Алексеем Фишровым, с Лучным Антоном и частью Ариэль Большакова. Сама система совмещения сделана на столе электроники, которая у нас уже используется. Отличие лишь модуляции прямогольных индексов и бендуляции сигнала. Также в этой электронике мы решили переключать создающие резисторы с помощью механических диспереключателей, а не с помощью электромеханических крыльев. Собственно, касательно схемы, на этом слайде представлена схема создающего симметризера. Подробно на нем анализоваться я не буду, потому что в предыдущих комплекциях это увеличение отличается от того, что стоит у нас в усилии электроники. Вот эта вот часть схемы, она вопередовала некоторые изменения. Здесь дополярный меандр, дополярный меандр мы получаем с помощью аналоговых электронных крючей МАКС-312. Т.е. смещение тачек может снижаться последствием либо постоянным или переменным сигналом. Преимущество постоянного смещения – это простота использования и низкой стоимости. Но отрицательная стороной схемы опускаемого доктора является трудностью разделения измеряемого сигнала или паразитного сигнала в случае ученителя. Также это смещение пассерина на древьбу, и оно меняется непосказуемо при изменении температуры, а также по действиям суммы рекординации. Так как ширина полосы измеряемого сигнала у нас невелика, то обычно система освещения переменным доком обеспечивает большую устойчивость системы к частотым помехам, что абсолютно актуально в нашей лаборатории, исходя из того, что она находится на десятком этаже. Так как методированные характеристики рассеянный переход симметричные, то для дистутирования прямоугольного, промобилированного прямоугольными приполярными меандрами, мы используем схему синхронного детектора на АТ-630, то есть сама система начинается с дистрициального усилителя, вот непосредственно выводы V1, V2 включаясь к угодцу, после усилителя идёт на форт детектора, а на выходе всей схемы стоит у нас цельсеркопервордов, вот, в базе характеристики, всё-таки порядка. Частоту среза мы ограничили 20 герц. Это аналогично тому, что делалось в Риме. В Риме делалось 140 герц. Там частота 140 герц, а полоса франчевая, там была примерно до 50 герц. Так как изначально вся система была создана на макетной плате, мы её заплетели, она была заработала, и потом она уже была изготовлена на печатной плате. Вы можете видеть на экране, собственно, вот эти вот дистрициальные включатели, которые выбирают все репетационные впечатления, и остающие резисторы. Вот, кстати, здесь эти резисторы показаны. Они все, планарные типы. Вот эти резисторы по обстановленному проекцию вкладанному дикалону. Вот, там, в планаре. Первые, вот, собственно, системы выберут вот так. Соответственно, коробочка закрывается в верхней системе. Первая часть системы был проведён в тепле с регистрами. Регистры были разным номиналом. Также у них был разный навоз, развоз параметров. Где-то были 1-процентные регистры, где-то 10-процентные. Естественно, взяток не скажу, где что. Но, справа представлена с выключенной ангелляцией, слева с ангелляцией с исключением по 40 Гц. По результатам этой таблицы видно, что у нас некорректно померились резисторы за гингаомом. То есть, эти результаты совсем отличаются от изначальных криминалов, да, к секретным допускам. Ну, мы предположили, что это условно наличие для развития гингостей, как самих резисторов. Всё-таки они никого. Небольшая ёркость печки, она просто на предменном включении будет шансировать сам резистор. Плюс ещё у нас есть какая-то ёркость провода. Провода у нас используются витые пары между краном. Экран у нас тут тянут к триостату. Результаты можно даже видеть на этих графиках. Официально я раздел их по массиву. Единственное, что график, замедленные линии на светосмещении, он не совсем линейный. То есть, на частоте 40 Гц, на 2 ГО мы работать не можем. Дальше была проверена структура, которую привёз Алексей из Швеции. Мы проверили цепочку В1 и тестовую структуру. Вот, собственно, такое семейство В1 мы получили на цепочке. То есть, здесь чётко видно, что с увеличением частоты модуляции у нас возникают, которые есть и сужаются. Вывод это можно обуспорить тем, что ну или сопротивление самой структурно достаточно большое, до 150 ГО. А при таком большом сопротивлении, малейшая ёмкость, она уже будет давать при таком большом сопротивлении, небольшая ёмкость всё равно будет в большом непостоянном времени. И, собственно, из-за этого у нас присутствует уже нюанс. То есть, по имени А, имеющая большая измененность, она имеет где-то на 45-10 Гц. Вот, понятно. Но, так как у нас на выходе стоит, смотрите, в 20 Гц, то здесь видно разумытие ВПТ, где есть к шумаме. Мы специально не стали соединять на цепочке, то есть, пикер ставим, то, что там меряется уникально. Ещё мы меряли тестовую структуру, где есть плачные переходы. Здесь уже сопротивление было меньше. Вариатура, собственно, в лаунбуре, где-то так вот, ай-7 до 5. Здесь ВПТ, как видно, уже имеет достаточную немедленность, и надо при разном смещении, при разном чистоте аннуляции 部 Classical Comm emerging with one person, и постарает друг друга, и постарает другие Imagine playing тел weg ANYB Bahn mitam. Также был измеренна федеральный доступ шума по рабочей точке в режиме 25 вольт по струбку 0,125 на амбре. И вот, собственно, результаты представлены графики. Видно, что шумы в сей электронике на порядок меньше. Но имеются крайне составляющие правильные частоте ангуляции. Но, опять же, честно, сравнивать эти флаги, как все-таки выходной сигнал достаточно сильный зарядный ПМЧ. Распитут полоскопускание его, а все остальное у нас заряжается. Еще одно отметение наводка, вот эта вот, 140 Гц, она идет уже после ТМЧ и присутствует в выходном сигнале. Чем она исповарена, ну, пока пытаемся предположить, возможно, земельными петлями на плате. Потому что, разум, мы на плату залили полигоном, притянутым к земле. Вот сейчас подготовили новую плату, новую все пока не стоит померить. Возможно, она будет меньше и не очень. Ну, вот, собственно, такие сделаны, взаимносядные выводы. У нас имеется относительно низкий уровень шумов. Но мы нашли, что с удовлетворением с этой ангуляцией продаторный фактически созревается. Вот, и выходном, что это из тратной гармонии. Значит, наверное, все. Спасибо. 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 Спасибо.